И теперь по порядку. Операция «Елка» проходит на территории Волгоградской области. В преддверии Нового года сотрудники МЧС проверяют помещения, где планируется проведение праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей. Также инспектируют магазины, реализующие пиротехнические изделия. В одном из таких рейдов в Волгограде побывал и Антон Талпа. В такие магазины, где торгуют пиротехникой, инспекторы МЧС наведываются с завидным постоянством. Скоро новогодние праздники, поэтому у проверяющих работы хватает. До конца декабря нужно проинспектировать все точки, в которых можно купить фейерверки или петарды. Помещения обязаны соответствовать всем противопожарным требованиям, а продукция должна быть сертифицирована. В нашем магазине имеются огнетушители в необходимом количестве для обеспечения пожарной безопасности. Также имеется пожарная сигнализация, датчики, которые покрывают всю территорию данного магазина, для того, чтобы обеспечить безопасность и своевременное срабатывание. Выходы обозначены светящимися табло, а также у нас имеется запасной выход в случае пожара, который должен использоваться. С начала ежегодной операции «Елка» она стартовала 1 декабря, инспекторы МЧС посетили почти 700 объектов, подлежащих проверке. В 140 случаях были найдены нарушения требований пожарной безопасности, составлены акты и выписаны штрафы. А помещения, в которых будут проводиться массовые праздники, попали под особый контроль. Один из таких объектов – Волгоградский музыкальный театр. Впрочем, здесь обошлось без нарушений. Нарушения требований пожарной безопасности не выявлено. Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения. Пути эвакуации данного объекта соответствуют требованиям пожарной безопасности. Предновогодние проверки инспекторов МЧС закончатся не раньше 31 декабря. Ведь перед тем, как по всей стране куранты пробьют 12 раз, пожарные должны убедиться в том, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Антон Талп, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».